«Щедрый вторник» объединил более ста стран. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия и акции, связанные с благотворительностью. В 2016 году в России впервые прошел «Щедрый вторник». В этом году Владивосток не стал исключением и также принял участие в этой акции. С международного дня «Щедрый вторник» начинается благотворительный сезон в предрождественский период. 28 ноября по всей России прошло более полторы тысячи мероприятий и акций добрых дел, призванных напомнить о необходимости взаимопомощи и поддержки людей, оказавшихся в сложной ситуации. Организатором инициативы стал Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». Сегодня по всему миру проходит праздник «Щедрый вторник». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» провел акцию «Вторник со сказкой». Концертная программа включала в себя выступления творческих коллективов, захватывающую интерактивную сказку и мастер-классы со сказочными героями. «Музыка» «Самый главный посыл данного мероприятия в том, что мы показываем примеры, примеры детям, каким-то людям, компаниям, которые также могут сделать что-то доброе, что-то может продублировать, и пойдет такая великая волна доброты». Каждый год около 52 миллионов неравнодушных людей в России занимаются благотворительностью, и 43 миллиона из них в этом не признаются. По задумке организаторов, чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, за неделю до «Щедрого вторника» в России запустили флешмоб «Неделя признаний». Его суть в том, чтобы разместить в соцсетях фото с признанием, кому вы помогаете. Ведь занимаясь благотворительностью и рассказывая об этом, вы показываете пример другим. «Дети нуждаются в нашей помощи, потому что чужих детей не бывает, и для меня это очень важно, когда дети выздоравливают. Поэтому я такие масштабные мероприятия стараюсь посещать и по возможности помогать». На протяжении всего мероприятия работали фотозоны, аквагрим, роботы, а также ярмарки, на которых любой желающий мог приобрести сладости, игрушки, сувениры, новогодние подарки и многое другое. Все собранные средства будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями подопечных фонда «Спаси жизнь». Дмитрий Беломеснов, Стас Лазебный, Новости на Восьмом.